МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холла Амигас продолжается. Ведьмак 3. Прошлая серия вызвала некоторый поток комментариев негодующих. В частности, например, про то, что я сказал, что в этой игре много диалогов. Но, блин, в этой игре реально много диалогов. С этим бесполезно спорить. Да, это РПГ, но, блин, я не первый день в РПГ играю, начиная с олдфажных, таких, как Neverwinter Nights, заканчивая последними Dragon Age'ами. Ни в одной игре не было столько разговоров. Только в играх от Telltale Games, пожалуй. И теперь еще вот Ведьмак на это претендует. По поводу сюжета, то, что не пойму сюжет, не играя в предыдущей части. Блин. Ну, в первой части сюжет был найти того, кто украл зелье Ведьмаков. А второй найти кинг-киллера. Где эпичность сюжета? Че тут понимать? А в этой части он едет искать свою бабу. Это вообще, знаете, по шкале эпичности это ноль. Квест найти свою телку, это, блин, хрен его знает. Сомнительный интерес. Либо здесь сюжет подается постепенно, не сразу главная замутка выходит на передний план. Начинается все с бытовухи. Но я уже посмотрел, в обзорах говорят, что здесь идет война какая-то. Какого-то королевства с хуй пойми каким названием, с другим королевством с таким же хуй знает каким названием. Реально, название и имена в этой игре, блин, только поляки, наверное, могут запомнить, потому что поляк это все придумал. Нахрена ему такие рога на этом шлеме? Это, наверное, молнииотвод, наверное, что? Субмолнию притягивать. Во-вторых, не на все комменты можно ответить. Не все из вас привязали свой аккаунт Ютуба к Google+. Так что, Константин Бегчуров, который решил меня огорошить тем, что на ПК графика всегда лучше, чем на консолях. Чувак, ну, блин, загугли на Ютубе сравнение графики PS4 и ПК. Не надо сравнивать графику компа с Xbox 360, то уже предыдущее поколение. Ты офигеешь, но на консолях нового поколения графика лучше, чем на персональных компьютерах. В частности, можешь посмотреть, как выглядит Project Cars на консолях и как она выглядит на компе. Думаю, что все станет ясно. Ну и да, чуваки, неужели вы думаете, что я бы не догадался, для чего нужен серебряный меч? Я вас умоляю. Маленький капитан очевидность внутри меня об этом просто кричал всю дорогу. Ты похож на того, кто ищет неприятностей. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Я думаю, они видят это по твоим глазам. Капитан Петерсан Гвингвиле сейчас в башне, за воротами направо. Капитан Петерсан Гвингвиле, видимо, хочет сломать, блядь, язык нахрен тому, кто озвучил это имя. Но как можно, я не знаю. Знаете, иногда вот покупаешь там какую-нибудь книгу, да, открываешь и начинаешь читать, а там и выясняешься, что одного из главных героев этой книги зовут Телемфас Агдай. Я обычно книгу закрываю сразу и иду за другой, потому что запоминать такие сложнейшие имена, это просто... Почему нельзя назвать его Боб, в конце концов? Не такие уж вы черные страшные. Когда хотите, умеете быть верными. Он их в лицо назвал черными. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Не очень-то они какие-то черные. Глаза-то у них вполне нормальные. Обратите внимание, дверь открывается по физике. Замечательно. Бум. Бум, блядь. Бумно. Это прикольно. Давайте атмосферно ходить. Давайте погружаться, погружаться в атмосферу этой игры. Надо слушать диалоги, надо чувствовать. Главное, прочувствовать эту игру. Это, видимо, чужеземная армия, которая пришла захватывать, потому что они разговаривают не по-русски. Так, надо вторую скорость ходьбы включить. Сколько здесь травы растет прямо на территории лагеря. В смысле, не той травы, в смысле цветочков. Использовать. Ваши вещи были улучшены автоматически. Давай еще раз улучшим. Прикольно. Еще разом. О, еще можно? Охерительно. Вот это я одобряю. Автоматическое улучшение вещей. Это супер. Не то, что в этом Скайриме, где надо было прокачивать умение кузнеца, чтобы вещи качать. Создавать, вернее. Как сейчас, помню, крафт нескольких сотен, а может быть и тысяч этих кожаных наручей, чтобы прокачать скилл. А, это не рыцарь, это доспех. Поговорить, квартирмейстер. Пароль. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Ха-ха-ха. Вижу, в товарах вы понимаете. В этой игре есть евреи. Купите. Я все это время, не приставая, смотрел на очки этого персонажа. И понял, что хочу такие же. Они просто добавляют тысячу к сексуальности. А, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Сделай для меня одну вещицу. Зериканская смесь. Чертеж. Двимеритовая руда. Чего? Что это такое? А можно сразу, чтобы он вещь для меня сделал, а не кусок минерала? Не хватает денег. А, ну да, у меня же вообще одна монета. А чё я тогда с ним вообще разговариваю, если денег нет? Ржавый меч. Ржавый меч стоит 45 крон. Мне нравится. Мне нравится твой оптимизм. Ржавый меч 45 крон. Вот псих. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе ваше превосходительство? Нашел, чем хвастаться, она не стеянин. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть тимерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. Логики тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Сдался тебе этот Грифон. Кстати, в деревне-то тоже Грифона убить просили. По рукам. Но прежде чем я начну, пару вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Километр цепей и девственница. Уже больше сведений о Грифоне. Но ведьмак должен сам все знать о Грифоне. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Кру... крушина? Впервые слышал. А я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распуте, и она тебе поможет. К распутной травнице надо заглянуть. Окей, окей. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и... Странный. Тамира и Мыслов. Спасибо. Вот, наконец-то начинается игра. О, поджечь. Фокус-покус, капитан. Видал такое? Он не реагирует. Давайте покажем ему еще раз. Нет, чувак, ты посмотри, так даже Дэвид Блэйн не может. Смотри, оп. Оп, 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 оп. Блядь. Нет, ему похеру. Думаю, что если бы я умел зажигать свечку щелкотчем пальцев, я бы миллионы заработал. Продавая свой талант. На всяких передачках. Так, надо немножко в графике покопаться. Все, наконец-то, наконец-то надо пойти убить какого-нибудь монстра. Все, что я знаю о Ведьмаках, это то, что... Это чертовски крутые чуваки, они там много тренируются, пьют специальные зелья. Это, короче, как серые стражи из Драгонейджа, только... Только Ведьмаки, вот. Ну, тематика-то избитая. Вот. И они ходят и воюют со всякой нечистью, с различными там монстрами, со всевозможными там, начиная от троллей, упырей, заканчивая там драконами крутыми, я думаю. Вот. И это прикольно. Это то, чем я хочу заниматься в этой игре. Кстати, почитал комментарии много, кто пишет, что диалогов в этой игре запредельно много, и это немножко навевает уныние. Люди говорят, что проходить не буду, слишком много болтовни и там, все такое. Так что я не единственный. Не надо меня гнать. Ну, и что это написано? Так долго показывали эту табличку, как будто я ее, бля, прочитаю. О, смотрите, он постоял на нее, посмотрел, покивал, материализовался тут же какой-то плотник. А, это быстрый переход. Вау. Как круто. А куда мне надо идти по сюжету? Ага. Вот сюда. Бестия из Белого Сада. Мест... А, мост... Мост Плакальщицы. В Игре Престолов был одичалый, которого называли Плакальщик. Но в сериале, я думаю, что вы его не увидите. Он выкалывал глаза пойманным воронам. В смысле, этим, из ночного дозора. Кстати, говорят, что, видимо, книга-то неплохая. Может, ее и прочитаю попозже? Тогда дочитаю свой топ самых известных в мире привидений. Правда, в этой книге пишут... Ровно половину книгу писали про привидения, которые живут в Москве и в Питере. Потом еще в каких-то городах России парочку, по-моему. А уже потом пошли всякие иностранные из замков и прочие фигни. Не, природа тут смотрится отлично среди души. Вроде даже погода меняется, говорили, нет? Может дождь пойти? О, лесник. Покакал, закапывает, наверное. Еще один. Откуда люди появляются прям посреди дороги? Ведьмаки поганые. Он говорит, пойти ему, что ли, втащить? Ведьмак или хрен собачий? Так, у меня есть удары. Словно говно в проруби, ты сказал, да? А, ведьмак его не бьет. Он замахивается, пугает, но не бьет. Зря, чувак. За такие речи надо. Надо класть на плечи. Говном в проруби меня еще никто не называл, охренел. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Бестия из Белого Сада не ушел, она ушла, наверное. Это же баба, бестия. Ага, следы. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Мыслов. Следы не то, что свежие, следы размера, так я думаю, 52-го примерно. Смотрите, какие огромные лапти у мыслова. Мыслов. Кстати, вот обратите внимание, как Джордж Мартин Игру Престолов написал. Там нормальные имена у героев абсолютные, и при этом не заезженные практически. Там единственное заезженное имя это Джон, Джон Сноу. А всякие там Тайвин, Тирион, это оригинальные имена, они часто такие услышишь. И слава богу, что там нет ни одного мыслова, потому что это... Не звучит. У мыслова на ходку четыре зоны... Блядь, на зону четыре ходки. Ну, татуировки просто у него такие, знаете, как... В бриллиантовой руке, типа, показывали, что, типа, солнышко там нарисовано и написано имя там на пальцах. У него просто какие-то пирамидки. Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгардцев, которых убил Грифон? А, нильфгард, да. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Каких собак? При чем тут собаки? Что-то я провафлил. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову намер... На самом деле, я был бы рад отказаться от подобных квестов, типа убивать волков, убивать собак. Даже в игре это отвратительное занятие, они скулят слишком правдоподобно. А мне это не нравится, я это не одобряю. О, нихрена тут до собак. Ёптель. Тут до собак ехать, как до Китая раком на голыжопе скакать. На, пошла. Ну, благо, что здесь открытый мир, в принципе, симпатичен. И не такой, как там во всяких, знаете, песочницах, типа Watch Dogs, где, ну, реально надоедает ездить по одним и тем же улицам. Интересно, а лошадью кого-нибудь можно задавить? Блин, это его дом, это не собаки, блять. Так, хорошо, давайте еще раз посмотрим. Убить одичалых псов, ёптвою мать. Почему задание само не переключилось? Сука падла. Блять, обратно теперь. Ну, игра такая красивая, что можно и понаслаждаться, разъезжая туда-сюда. Да не, я гоню, конечно. Ну, ступил, с кем не бывает. Пырыжок у лошади такой затяжной прям. Давай к этим, как его, карьером скачем, карьером. Да ладно, давай. Отличный удар только, блять, на километр мимо, а так неплохо. Собака-то первого левела, ёптель. Мог бы и сам поубивать все. Ну, я их профессионально разделал, просто как мясник. А, они кого-то сожрать успели. Тут собаки, честно говоря, такие уродские, что их и убивать не жалко. Смотрите, какие-то ободранные все, или что это с ними, они в язвах каких-то. Я даже к монитору поближе подсел. Облезлые какие-то, блять, лишайные, хуй его знает. Не трогал бы ты их руками, мыслов. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того как, что мне неинтересно, где трава растет. Давай, время уже с грифоном сразиться. Нифиги, ардцы. Ты знаешь что-нибудь об этом грифоне? Немного. Этот зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Ну, поэтому по-любому. Мы можем ехать на лошади вдвоем, вроде как, нет? Хотя нет. Если мы будем ехать вдвоем, он будет тереться со своим членом об мою жопу. Я такую фигню не одобряю. Ой, оружие улучшено на 7 минут всего лишь. Скоро улучшение спадет. Давай быстрее, надо успеть завалить грифона. Странно, что острота клинка здесь накладывается на время, а не на количество ударов там. Ну, то есть, от времени-то меч не затупится, если он там не лежит в земле. Или в болоте и ржавеет. Такие интересные миссии следовать за кем-то мне всегда так нравится. О, вот походу, где он их нашел. В принципе, он их нашел прямо посреди дороги. Это здесь. Я заметил. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Что тут переживать? Это же не льгарцы. Обычные мальчишки. Только закованные черное железо. Будьте здоровы. Да буду, буду. Только мне трава нужна была. Льгарцы здесь что-то отмечали. Но грифон их прервал. Ага, бухали. Бутылки лежат. Ну что ж, хоть у кого-то шашлыки хуже, чем у меня получается. Блядь, для того, чтобы это увидеть, не нужно юзать ведьмачье чутье. Ты найди мне чего-нибудь полезного. Нет, костер. О, а чё это такое? Собаки, что ли, бегают? Ну давай, давай. Следы давнишние. Они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, нельгарцы. Ну, наверное, раз их здесь убили. А, это быстрый переход. Нет, нет, нет. Ремонтный набор ученика-бронника. Бронник. Классно звучит. Так. А, что ещё здесь надо найти? Я так понимаю, что здесь можно только на лошади с разгону перепрыгнуть. Ну, либо она сломает копыта и придётся её убить. Чего нам, конечно же, всем не хотелось бы, да? Блин, ну почти удачно. Так, дальше, пожалуй, пёхом. Следы, следы, следы сюда. Здесь залазилка. И. Зачем? Зачем я выясняю, откуда следы ведут? Мне же траву надо найти. Или это вариант либо траву искать, либо идти по следам и надеяться, что они пришли от гнезда от гнезда блядь, грифона. Да зашибись. Как здесь-то? Ага. Всё-таки он могил. Пчёлы, пчёлы, пчёлы жрут. Тихо. Сука, там можно что-то взять же. Вот, горит же рука. Ну-ка нахуй. Разъебашь эти хули. Нет, 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 нет. Нельзя. Хорошо, пчёлы победили. А, походу, они убили самку, наверное, этого, этого грифона. Пролежало несколько недель. Он был ещё жив, когда грифон его сюда принёс. И долго умирал. И как ты это понял? Люблю кровожадность в играх. Костя. Костя. Коровья, собачьи. Человеческие. Останки за несколько месяцев. И вот труп грифона. Кто-то его нагнул. Наверное, они одного убили, а второй прилетел и отомстил. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мёртва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. И чего? Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, её застали врасплох, пока она спала. Края клюва стёрты в подшёрстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Сколько грифоны живут тогда, интересно, если ей 10-12 лет, и она уже седая была? Жёсткая ость, густое оперение. Королевский грифон. Это тот, наверное, из третьих героев. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нельфлярцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Ну, я знаю, о чём, наверное, думает большинство. О том, что грифон имеет право мстить. Грифон хороший. Грифон зыбыс. Всё правильно делает. Ну, потому что как-то людям больше всегда жаль зверей в фильмах животных. Людей никто не жалеет. Люди, не такая редкость. Виленский длинный меч. Ух ты. Предмет мастера. Блять, не то. На джойстике очень непривычно на старт открывать инвентарь. А на селект вот эту фигню. Так. И теперь интрига дня. Что за меч? 28-34. А минус 2 почему? А у этого 30-36. А у этого 28-34. Мой жёлтый лучше. А как во второй руке меч поменять? А, это серебро. Ой, ёптите. А серебряный-то какой? Видимая, серебряный мощный меч. Смотрите-ка. Дамажит. Но он, походу, портится быстро. Я не знаю. Просто зачем тогда нужен стальной меч, если у серебряного такой безумный дамаг? Предположу, что лучше беречь серебряный до боя с какими-нибудь зомбарями и прочим говном. Сожгли. Это мог сделать только человек. Кого сожгли-то? Трупы, что ли, сожгли? Да, доспехи, шлемы. Видимо, они пожгли тут тела своих павших товарищей после того, как убили Грифона. Блин, вот эта миссия интересная. Вот с такого игра должна начинаться. Вот с чего-нибудь вот такого безумно интересного, а не, блин, с кучей разговоров. А вот еще какой-то трупашник, походу. Гном. С кожаными ремешками. А, или в этой игре это не гномы, а, наверное, их как-то по-другому называют, но я, пожалуй, буду по привычке. Это место силы. Отсюда изливается магия. Да, да, знаю ваши места силы. Сейчас опять кто-нибудь выпрыгнет. А, нет, жаречка. Мы получили одно очко умений. Это шикарно, это значит, что где-то здесь есть скиллы. Умения персонажа, ну-ка, ну-ка. Так, быстрая атака. Позволяет выводить быструю атаку в ближайшем бою одним из мечей. Мощная атака позволяет. Так у меня это все есть. А, вот, наверное, прокачка. Помять тела, быстрая атака. Увеличивает урон от быстрых атак на 5% и прирост очков адреналина. Ну, я согласен. Как выучить-то? А, может, это само качается? А, вот они, очки умений. Да, ёптой мать. Сейчас, сейчас. На джойстике это не так просто, как кажется. Увеличивает радиус действия знака ААРАД. Чего? Направленный телепатический удар. Огненный шквал. Вот это хочу. Да какого ж хрена, Нига? Почему ты ничего не прокачиваешь? Чего мне делать с этими ссаными очками умений, если их, блядь, нельзя вот просто взять и раскидать? Хуй знает, ничего не работает. Наверное, наверное, в медитацию надо войти, блядь. Когда, когда в игре нихуя не понятно, надо медитировать, нет? Нет. Хорошо, сдаюсь. Наверное, нужен какой-нибудь мастер, который тебя всему этому научит. Ну, на всякий случай напишите в комментах, как, блядь, раскидывать очки умений в этой игре. В принципе, хреново, что нельзя просто нажать и выучить, как в любой нормальной игре. Но, с другой стороны, даже в многоуважаемой моей игре, ну, я думаю, вы знаете, о чем, о какой игре речь, там надо было к бабе какой-то прийти, она тебе давала прокачать что-либо. так, насколько далеко сейчас надо идти. Так, хотелось бы масштаб R. Доска объявлений. В этом месте можно начать задание. вы находитесь здесь, а надо мне сюда. Так ее дома нету, ебтель. Чем мне к ней идти-то? Быстрее. О, в этот раз уже лучше пошло. Все, все, все. Так, где там эта бестия серого сада? Я думаю, тут бегом быстрее, чем лошадь вызывать. Волкобой. Может, в окно можно пролезть? Вон она, дома спит. Чего на дверь-то не открывает коза? Тетя Мотя, кстати говоря. Ой. Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоигрот. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоигрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Я тоже, конечно, понимаю в траве, но думаю, Ютуб не одобрит, если я начну этими знаниями делиться. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифоны. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревней пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Саара хер узнает как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Да, я заметил, что иногда ведьмак ускоряет свою речь, когда надо произнести какой-то большой объем текста в короткий промежуток. И это, да, это глюк озвучки. Но дело в том, что у ведьмака должен быть брутальный голос, поэтому приходится, видимо, так делать. Но можно было не озвучивать дословно, все бы и так поняли, о чем речь, если бы он просто сказал у капитана хер его знает, как его там. Все. Как бы, ну, косяки, косяки озвучки есть, но Вова меня уже процитировал, что самая уебищная озвучка лучше, чем самые распиздатые субтитры. Нильфгаард ценит порядок. Нильфгаард ценит одно порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь, иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Он ее разводит. Может, в следующий раз. Он ее разводит. Нет? Знаете, что еще хочу сказать? Для великой РПГ, в которой тут диалоги имеют какое-то суперзначение атмосферное, здесь слишком мало вариантов ответов. То есть, всегда в основном два варианта ответов, из которых мне ни один не нравится. Что значит нравится, не нравится? То есть, я бы как бы, ну мне что, вот про капитана, то, что сейчас было, мне что верхний ответ, что нижний, они абсолютно одинаковыми кажутся. Бля, сколько здесь оленей бегает, это нечто. Может, может пойти лук купить и торговать оленями шкурами? Те, кому они здесь нужны, если здесь так дохрена, каждый сам может пойти так. Погодите, да ёб твою ж налево. В натуре нахрен, нырять придётся? Шикарно. Помню в Fallout и в старом добром третьем миссию, а нет, подождите, это в New Vegas миссию, где надо было самолёт со дна поднять. Ох, шикарная миссия была. Необычная для этой игры и очень. Поэтому мне понравилось. старушка? Да, в натуре. Люч потеряла, бабуся. Нет, сковородку. Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошёл как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, по тому, как гляжу, а он ко мне идёт. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает, нет ли у тебя бабушка берёзовых коры? Ягод черёмухи или хотя бы несколько укольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, наголово упали, чтобы по ночам такие глупости у людей. Вы спрашивали? Почему она к нему подходит? Только вижу, что он совсем меня не слушает. А всё на сковородку пялится, как сорока на ложку. А должи, говорит бабушка, я думаю, она упыль. А дам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Вот конец этого монолога меня особенно порадовал. Кстати, бабушка озвучена хорошо, как бабушка. Выглядит она, правда, как алкашка, поэтому я бы немножко напоил актрису, озвучивавшую её. Интересно. И что было дальше? Под утро в дом приехал ещё кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, чёрная, от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький, принесёшь сковородку бабушке. Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьёт, что я думаю, тот второй, он должно быть там лежать и остался. О, мокруха. Так бы с этого бы и начала, а то мне, блядь, сковородка, сковородка. Конечно, сейчас пойду улажу. Заказа на сковородку у меня ещё не было. Ладно, схожу, поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Дай ей один меч, пусть она прикроет, если чё. Так, где мой серебряный? Сейчас, походу, будет чё-то. Та-ра-ра-ра-дан, та-ра-ра-ра-дан, та-дан. Не та музыка, я хотел сказать, ночной дозор, всем выйти. Та-ра-р... Тейба. Понятно, откуда запах? И он прямо у окна сидит. А что это за вот эта вот хренотень у него? Прялка, что ли? Да, походу, прялний, прялний станок для пряжи. Удушен, горотый, остальной старой шрамы. Не знаю, что такое Города. Ничего, ничего. Гаррет зачем-то мыслит вслух постоянно. Стальная пластина. А было бы прикольно, знаете, если бабка так подходит, плетет, плетет про сковородку, потом бах так резко ему вцепилось в горло и превратилось в упыря. И скример, и прикольно было бы. Я бы так сделал. Да, вот твоя сраная сковородка. Документы сожжены почти дотла. Некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Вот и бесценная сковорода. Только драйная дочистая. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Саже, чтобы сделать тушь и написать письма. А-а-а. За Саже письма писал. Хитроумно. Информативно. Хвалю. Нравится. Интересно. Охотничьи штаны. О! О! Штанишки, это зашибись. Трубка. Тут что-то на полу светилось. А, понятно. Блядь, еще раз я нажму на эту кнопку, я ее полоскотижами из джойстика выковырю, мать его. Рюкзак. Где мои штаны новые? Купила мама, Сашеньки. Новые втонивки. Оказались, я мало... О! Шесть броней, зашибись. Ну, фасон не мой, конечно. Нормально. Сойдет за джинсы издалека. Прошу, моя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Хочешь я в нее насру? Ну, еда-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревьями. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгардцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Жахни меня в десну. Возьми, сыночек, на дорогу. От такой красотки приму поцелуй. Не могу... Кстати, не могу не заметить, что у нее прическа, как у Юлии Тимошенко. Печеное яблоко. Ну, не знаю, как вы. Я не очень люблю печеные. Я лучше свеженький. Желательно кислый. Так, ну теперь на днище. Давайте... Очень интересно, как тут нарисованы подводные локации. Есть ли здесь подводные монстры. Ну, неплохо. Не так красиво, как в черном флаге, но... Но смотрится. Смотрится хорошо. Добряю. Вообще, очень-очень классная игра. На самом деле, если бы второй Ведьмак был так же сделан. Не помню, чем он мне не понравился, второй. Но чем-то не понравился. А вот этот... Вот это прям все ровно, прям все вообще. Даже хрен с ним разговоры. Ну, хорошо, если вы хотите, чтобы я их слушал. Вообще, говно, вопрос. Я думал, наоборот, будет... По поводу того, что игра не подходит мне. Что тут мне сказать нечего. Все и так сами прекрасно разговаривают. Хрен его. Может и так. Хотите, чтобы был как Блэк Сильвер? Давайте ударим по атмосфере. Блядь, всплывай, 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 как говно в проруби. Давай. Я сделал все, что мог. Еле-еле. Ра возвращаться к Весемиру. Не понял. Сделал все, что мог. Это что значит, что мог? Мы же еще Грифона не убили. А, и, наверное, я с Весемиром пойду Грифона мочить. В принципе, вода даже на средней графике смотрится. Или какая у меня высокая стоит. Хрен его поймешь. Вода как вода. Ночью, кстати, все выглядит довольно-таки прикольно. Несмотря на то, что ночь, луна светит. Ёпта, нихуя себе луна. Это луна размером с долбанный Юпитер. Посмотрите, какая она огромная. Шикарно. Романтизм березы, луна. Ай, нравится. Так, ага. Где там этот... Как он его называет? У него Яромир или что? Блин. А, Весемир. Блин, ну имя. Я буду его Барбосой назвать, потому что он похож. А, кстати, здесь, смотрите, можно взять квест. Но, по-моему, это... Здесь, по-моему, травница живет, нет? Нет, здесь живет какой-то... О, Долан. О, Долан, босс. Мое почтение. Ведьмак, вы объявление увидали? Про колодец наш. Про колодец? Впервые слышу. Что, беда у вас с ним? Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет двадцать как. Двадцать лет? Что ж только сейчас похватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя, Люба, выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво, или брашки. А воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшеный он. Жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гроба встала. Платье на ней грязное, все изодрано. Кожа прямо кусками сходит. А воет, будто страдает очень. А я знаю, я знаю. Это Самара Морган. Или Альп. Да как не назовите мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Если ты набрал ведро воды из колодца, на следующий день тебе приходит письмо, в котором написано «Семь дней». Обсудим мою награду. Да ладно, награду. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? Мы знаем все, что деньги в играх РПГ не нужны. Это худо такой был. К югу отсюда. На пригорке. Никто туда не заходит. Потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Ай, нравится. Хороший квест. Люблю мистику. Тем более, что я сейчас как раз книгу про привидений читаю. Я знаю, что не все призраки злые. А много призраков из-за того, что они не упокоились там. Я ж по призракам эксперт. Я ходил на рок-концерт. Кстати, там еще доска объявлений есть. Нифиговая. Может тут тоже что-нибудь интересного? Оу. А, императорский эдикт за номером 1845. 1845, что-то знакомое. 1845. Так, настоящим является, что по распоряжению его императорского величества все здоровые мужчины Белого Сада должны явиться в корчму упомянутой деревни, принеся с собой собственную лопату, мотыгу или кирку. Поля вокруг деревни полнятся мертвыми. И учитывая, сколь теплой выдалась весна, высочайшее командование опасается, что гниение тел вызовет... Подождите, я на дереве читал записку в прошлой серии, что запрещено снимать тела повешенных. Так, что за это полагается смертная казнь. Видимо, что... Это... Ту записку оставили чуваки из другой группировки. Ну, я не прочь поубирать труп из полей. Расчлененка. Так, помощь неимущим. Имперский гарнизон сообщает, что беднейшие жители деревни могут получить продуктовый рацион. Рационы эти будут распределяться среди просителей, способных предоставить документальные свидетельства своей бедности. Обманщики же будут наказаны, как и любые другие воры, и по всей строке закона. Не понял, какие у бедных могут быть документы? Здравствуйте, дайте мне немножко еды. Документы. Я слишком бедный, чтобы иметь документы. Повесить. А, так, смерть захватчикам. Слушай, слушай, честный народ Севера. Если жаждешь, ты свободы. Если готов с оружием в руках биться за родину, уходи в леса. С каждым днём. Сила наша растёт. Партизанские, молдаванские, собираем. Ну, я понятно, партизаны беру. Уроки Нильфгардского. Хельхерцель, эльдирю, грудин, арнфайш, эсайнар. Я думаю, что это либо таджикский, либо немецкий что-то. Хайль. Но начинается с хайль, значит немцы. Не понимаешь, что написано? И неудивительно, ведь это по-не-левгардски. Но! Скоро весь мир будет говорить на этом языке. Знаете, когда-то немцы тоже так думают, что весь мир будет говорить на их языке. Немножко прогадали. Так что лучше начать его учить уже сейчас. А ваш покорный слуга поможет в этом за небольшую плату. Эрнест из Викваро. Ну, я всегда хотел выучить немецкий. Я вообще много хотел выучить языков, но я слишком ленивый, чтобы что-то учить. А особенно немецкий. Если в английский еще хоть как-то что-то на каком-то базовом уровне, то, блин, там-то вообще с нуля. Это жопа полная. О, где же ты, брат? Называется следующая записка. Есть фильм такой. Где же ты, брат? По-моему, даже точно так же. О, где же ты, брат? Кстати, очень классный фильм с Джорджем Клуни. Комедия временами доставляет. Очень смешно. Бастиен, мой брат, ушел воевать с черными. Скинхед, что ли? Думается, он участвовал в битве. Что случилось неподалеку, а после нее и пропал. Не он один. Скажете и будете правы. Но если он убит, а это очень на то похоже. Я хочу, я хоть похороню его по-человечески, по обычаям наших предков. Я бы похоронил его под холмом, где лежат уже наши родители, чтобы не оставлять его тело на съедении трупоедом, что рыщет по полю битвы. А потому требуется храбрец и мастер мечом махать, и чтобы согласился вместе со мной сходить поискать Бастиена. Много я не заплачу, потому как нечем. Но благодарность за труды обещаю. Жадничать не стану. Кто захочет помочь, загляните. Конечно, блин, поможем. Кто захочет... Так, загляните в разрушенную хату у дороги на Белый Сад, сразу у моста. Я там остановился. Дуни Вильдиверт. Ты остановился в разрушенной хате? Блин, это так трогательно. Проклятая сентиментальщина. Пришлось набрать ваших дурацких квестов. И, блин, очень долго их делать, а это для меня не свойственно. Ух, нихрена, какой скворечник. Ну, посмотрите, это же просто коммунальная квартира для птиц. Прикольно сделано. Я вот думаю, а отправиться за Грифоном или сначала другие квесты поделать, чтобы прокачаться? Ну, давайте послушаем, что скажет Барбоса. Уже полгода мы на пути. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Как-то он другим тоном это спросил уже. Рушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Смотрите, синяк там сзади блюет, что ли, стоит. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Увидимся. Но на Грифона я пойду охотиться в следующей серии. После того, как вы мне напишите, как распределять очки навыков, что для этого надо сделать, куда нажать. Ну да, пропустил я обучение. Ненавижу учиться. Вообще терпеть не могу. Такой жирный кот ходит. Так что я думаю, что на этом серии хватит. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Адьё. Ё-моё. Ё-моё.